В общем-то вот следующая серия Presario Live мы брали некую такую передышку по причине того, что у нас активная большая и огромная просто сумасшедшая подготовка к национальной музыкальной премии, которая буквально пройдет уже через несколько дней. Масштаб мероприятия просто колоссальный. Оно роскошное, оно большое, красивое. Вы обязательно в этом выпуске увидите само шоу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет, друзья! В общем-то вот следующая серия Presario Live мы брали некую такую передышку по причине того, что у нас активная большая и огромная просто сумасшедшая подготовка к национальной музыкальной премии, которая буквально пройдет уже через несколько дней. Сегодня у нас 4 декабря. Мы находимся в новом ресторане Quality. Это новый ресторан, новый формат, девиз территория высокой кухни. И сегодня мы здесь проводим такой, знаете, Star Breakfast, то есть звездный завтрак с продюсерами, с артистами, с журналистами средств массовой информации. Зачем мы это делаем? То есть мы хотим в преддверии этой премии обсудить в целом отношения и в целом, что думают артисты и продюсеры по поводу премии. Нужна ли вообще премия для казахстанской эстрады? Насколько к нему отношения серьезные или несерьезные? Масштаб мероприятия просто колоссальный. Оно роскошное, оно большое, красивое. Три целых хедлайнера пролетает. И вы обязательно в этом выпуске увидите само шоу. Кто как выступает. Буквально вчера пролетела армянская красавица сумасшедшая, сумасшедшая красивая, с сумасшедшими вокальными данными. Лилита Гантьяна, армянская певица, очень известная в Армении. И в принципе ее очень сильно уважают и любят наши казахстанские артисты. Далее, сегодня четвертый год, ну шестого числа пролетает накануне Юсуф Джим или Юсуф Чим, будет правильно. Турецкий актер и певец, исполнитель, сверсоед, любимчик многих, наверное, женщин мира. Да что там мира, Казахстан, его любят очень сильно наши казахстанские девочки. Актер, главный герой нашумешего сериала «Запах клубники». И, конечно же, один из третий хедлайнер, это группа «Винтаж», Аня Плетнева, и мы послушаем «Рома, Рома, Роман» и так далее, так далее, так далее. Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни, иду по вечному кругу. Мне истовый зверь, мой повелитель, моя колыбель, вся вас поблестит. Ева-то любила меня. Привет, Ева Польна. В общем, как-то так. Сейчас вы можете посмотреть зарисовки, то есть, что как происходит, а там уже будет видно. Удачи, это Impressari Life. Красивая девушка из салона, не салона, агентства, студии «Союза» Игири Бжанабаевой, по имени Фазиля, делает мне макияж. Точнее, то. Что такое Фазиля? Что означает Фазиля? Мусульманское имя. Иннабаты, Володя, Ирона. О, это любимые слова Иркеса Махана, Иннабата и Бала. И мы из прославленной группы Музарт, наконец-то сегодня пришли. А, то есть из Музарт Азия. Вы уже решите, как вы будете называться, то все время меняйте. Группа Жигатер, сынок, малыш, ребеночек, протеже Юргали Абдраимова. И, кстати, на следующий год, 15 лет, юбилей группы Жигатер. Выросли уже, видите, почти совершеннолетние. Спасибо, брат. Самолет, который живет, на самом деле, за городом, да, в городе Талдыкурган. Режиссер, постановщик, продюсер, просто звезда, красавчик, отец семерых детей, а восьмерых детей. Дедушка будущий. Да, вот самое смешное, знаете, Алтике, на самом деле, живет за городом, в Талдыкургане, в 600 километрах отсюда, и пришел первый. Я не люблю опаздывать просто. Если вы хотите выглядеть вот так, как Алтенбекер Ахметов, очень худой и стройный, но при этом взрослый, хотел сказать старый. Да, я старый. На самом деле, хоть Алтике и старше меня возрастом, он мой друг, но мы с ним больше друзья, наверное, правда же? Да, поэтому вот так чуть-чуть я неуместно, может, и шучу. А в целом, шутки у меня с утра обычно левые. Ой, а, ой и мес, это мысль. Идея, идея, я идея, Джон, завершишь? Идея, подожди. В общем-то, друзья, Татьяна Дюсейбаева, хозяйка ресторана Квалити, сегодня нас встречает вот за этим звездным завтраком. Таня, скажите, пожалуйста, я знаю, что 8 декабря будет гранд открытия этого ресторана. А в чем концепт ресторана? У нас самая вкусная кухня города. Это территория высокая кухня. На самом деле, Таня подруга моя, мой большой друг, мы давно дружим. И вот это первое такое громкое заявление Тани на ресторанном поприще нашей страны. Поэтому я верю, что у тебя все получится на самом деле. Верю, что это будет очень вкусно. Верю, что будет очень много людей. И спасибо за то, что ты нас встречаешь вот сегодня вот под своей крышей, как говорится. Яркие, харизматичные, правда. Скажи, пожалуйста, в чем смысл пустого аквариума? Съели краба. Какой краб? Камчатский. Синий-голубой. Камчатский. Камчатский краб. Четырехкилограммовый. А в чем различие? А еще какие килограммовые бывают? Камчатские крабы, они самые большие, самые мясистые, самые вкусные. Бывают еще дубайские крабы, они вот такие маленькие. А четырех килограммов бывает больше? Восьми, десяти, пяти? Они начинаются от трех двести и выше. А, ясно. А сколько стоит один такой краб? Восемьдесят тысяч за килограмм. Офигеть. I'm sorry. Хотя, офигеть, это, наверное, не матершинное слово. Четыре килограмма умножить на восемьдесят тысяч тенге, это примерно 360 тысяч тенге. Плюс его надо доставить, приготовить и так далее. Или все входит уже стоимо? Это все входит. 360 тысяч тенге? Да. Если вы хотите поесть блюдо за 360 тысяч тенге, самое вкусное, мы не имеем возможности, к счастью, попробовать это столь изысканное блюдо. Не очень дорогое. Вот прям купил бы сейчас, но нет. Не, для тебя найдем. Не, для тебя найдем. Не, для тебя найдем. Друзья, мы сейчас находимся в Алматы-арене. Во всю идет репетиция. Уже весь день мы репетируем. Еще репетируем всю ночь. И завтра весь день до начала национальной музыкальной премии. На сцене сейчас Динара Султан. Так как живой звук очень сложный, поэтому всем нужна большая репетиция. Все хотят слышать, понимать. И так как это спортивный большой объект, сложнее всего звук, чтобы четко звучал. Но благодаря тому, что здесь работают одни профессионалы, благодаря тому, что здесь замечательная сама трендов компани, которая здесь 150 киловатт звука, и поэтому, конечно, я думаю, что все будет очень круто. Насколько рабальный режиссер этого вечера. Алматы-арена вмещает более 12 тысяч зрителей. И на мой лично взгляд, это одна из самых лучших площадок нашей страны. Будьте с нами, смотрите «Интризарио.Лайф». Полтора метра. Сцены, в общем-то, да, это Асан. Он здесь старший под турникетом. Старший-старший. Старший помощник младшего турникетчика. Справа стоит Ирлан Алимов, шеф-продюсер трех популярных артистов. Это Алия Акапова, Динара Султан и очень популярный Зируза. Не, мы тебя не снимаем. Я просто про тебя скажу. Динара Султан. А Султаба Акас тоже отвечает. Вот такой, он такой, знаете, гладиатор казахстанской эстрады. Бывшим, на самом деле, он сам артист, сам певец, сам человек. Ну, вот видите, он перешел в нашу сторону, как говорится. Я за вас. Да, да, в сторону тьмы. В сторону серых кардиналов. Бывшим, на самом деле, он сам артист, сам певец, сам певец, сам певец. Бывшим, на самом деле, он сам певец, сам певец, сам певец. Бывшим, на самом деле, он 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 сам певец. Играет музыка Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok